Здравствуйте! Вот на Земле цивилизации, несколько цивилизаций сформировалось независимо друг от друга. Они, как сказать, не общались друг с другом в процессе своего формирования. Их отделяли друг от друга непреодолимые преграды. Вот бескрайние степи Евразии отделяли дальневосточную цивилизацию от европейской. А вот в Европе, в Средиземноморье, в Междуречии, Тигра и Фрата сформировалось несколько цивилизаций, ну, так сказать, общающихся друг с другом, так сказать, переливающих друг другу в голову информацию и достижения, которые вот одним общим названием не объединяются. Их можно назвать европейской цивилизацией, ближневосточной, это все вместе мы. Мы очень похожи друг на друга, несмотря на все наши различия. Индийская цивилизация отделена Гималаями, это соседи, специфическая цивилизация. В Мезоамерике, в Центральной Америке и в Перу свои цивилизации возникли. Ну, надо сказать, что мезоамериканская цивилизация, цивилизация до Колумба в Америке, хоть и сильно пострадала, но все-таки сохранилась, восприняв элементы европейской культуры, да, она все-таки сохранилась. А вот больше всего не повезло Африке. Экваториальная Африка, зона, скажем так, прилегающая Гивинейскому заливу, это место очень специфическое. Ото всего остального мира она отгорожена, значит, пустыней Сахара и дебрями, джунглями, так сказать, Центральной Африки. И вот там когда-то, говорят, за тысячу лет до нашей эры, сформировалась оригинальная цивилизация. Оригинальнейшая цивилизация, которую открыли, ну, относительно совсем недавно, в 20 веке. В 20 веке, в процессе разработок Олова, стали находить такие вот статуэтки. И, естественно, археологи идентифицировали, классифицировали. Необыкновенная эстетика такого вот африканская. Существовало государство, но название его никто не знает, потому что никакой письменности от него не сохранилось. Называют его по месту населенного пункта, рядом с которым впервые нашли вот эти вот глиняные черепки и статуэтки. Пункт этот назывался НОК. Вот так и называют, цивилизация НОК. Она просуществовала почти полторы тысячи лет. И вдруг перестала существовать. По какой причине, никто не знает. Это огромная трагедия, на самом деле, для человечества. Потому что культурное наследие других народов очень часто нами усваивается, используется и делается своим. Ну вот вспомните, наша классическая российская живопись, которая вовешана Третьяковской галереей. В общем-то говоря, она ведь сформировалась под действием европейской живописи, правда? Очень много элементов из Европы заимствовали на Дальнем Востоке. И мы охотно дальневосточные традиции заимствуем. Сейчас уже многие едят палочками, как где-то вот на Дальнем Востоке. Тот, кто не может есть, даже обижается на что-то, что не умею я есть палочки. Я, например, не умею есть палочками. Вот так вот происходит, да? А вот эта вот культура так и погибла, не оставив культурного наследия, да? Только черепки, только археологи. Вообще Африке не повезло. Ее превратили в источник, так сказать, черного дерева, как тогда это называли. То есть рабов, те государства, что стали появляться в зоне Гивинейского залива, значит, в 18-17 веках, были сугубо, ну, так сказать, посредническими. Они занимались охотой на чернокожих рабов и поставкой их, так сказать, белым плантатором. Нет оправданий для этих самых работорговцев, потому что так или иначе уничтожили они население во многих местах, просто обезлюдела Ангола, некогда обильные народонаселением и другие места. То есть работорговля прекратилась потому, что рабов негде было ловить уже в Африке. Вот какое чудовищное вещь. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. До свидания. Всех благ.